Дизайнер, предприниматель, изобретатель Артемий Ребедев. Здравствуй, дорогой. Добрый вечер. Дизайнер, изобретатель, предприниматель. Ты вообще просто сразу же подходишь под образ человека будущего. Как говорили. То есть вчера в России, в стране прошло два самых важных события. Ну, наверное, с точки зрения информационного потока, как бы понятно, что послание президента перекрывает все. И оно интересно всем, его обсуждают все. И вчера, собственно говоря, оно и проходило. Ну и второе событие – это митинги в разных городах в поддержку Алексея Навального. Зачем следил? Что тебе было интересно? Что для себя выделил? Самое важное событие, которое было вчера, это то, что я съел устриц. Да ладно. А что, свежие завезли в Москву? Свежие, да. Подожди, а сейчас какой месяц? Апрель, правильно? Ре есть. Ре, да. Это правильно, да? Ага, то есть можно есть устриц. А где съел устриц? В Репторге. Ага. Дорогие? Нормальные. А съел устриц за что? За то, что плохо прошли митинги или за то, что... Я ничего интересного не сказал в принципе. Ты серьезно сейчас? Абсолютно. Это самое тухлое было собрание из всех, какие я помню. Это почему же? Сертифицируются западные компании в России с условиями, с которыми мы никогда там не будем сертифицироваться. Очень плохо. То есть вот для меня, как для национального продукта, я делаю национальный продукт, очень мало условий. И вчерашнее послание мне впервые дало надежду, что наконец-то сделают фокус на национальный продукт, и это не только сырье. Почему? Когда не было выполнено, я тебя абсолютно поддерживаю в том, что национальный продукт очень важен, и вообще надо, собственно, надо любить своих людей, надо давать им возможность расти и развиваться. У нас достаточно миллиардеров, чтобы влить... Нельзя даже такому крупному политику... ...национальную визу сделают. Это очень хороший сигнал. Дальше как бы... В Воздоке? Да. Ну да. Почему? Сделали? Это можно было сделать 5 лет назад. Слушай, ну многие вещи можно было сделать и 10 лет назад, но вот факт остается фактом, что мы, во-первых, для себя поняли, что мы все равно социальное государство, все хотят льготы, правильно? Все же их приветствуют, экстра. Вот у тебя работают люди, у меня работают люди. Скажи, пожалуйста, когда ты людям говоришь, давайте работаем экстра, я вам экстра заплачу, они тебе как говорят? Типа, вау, Артемий, спасибо, работаем? Ну вообще, если за экстра работу даются экстра деньги, люди экстра счастливы. Я не видела этого. Часто я это видела очень редко. Нет, я тебе скажу, что я имею в виду. Я просто в России считаю, что все-таки вот как-то удивительным образом за эти 20 лет свободной экономики все равно не появилось достаточное количество людей, которые хотят целью и смыслу своей жизни сделать зарабатывание, как у американцев. Русскому человеку все равно важно иметь этот баланс. У нас есть, безусловно, дают им с собой батончик черного хлеба и говорят пока, совершенно не переживая. Уровня послания, ты же понимаешь. Это вопрос уровня послания. Это единственное интересное, что я хотел бы услышать в этом послании. То есть давайте сделаем Россию привлекательной для иностранцев с точки зрения... Почему для иностранцев? Для нас. Но для этого нам нужны иностранные мозги. Мы придумаем... Просто я тебя о чем хочу спросить? Вот дизайн, я сейчас думаю, разговариваю с тобой. Дизайн это та сфера, где иностранцам очень комфортно, потому что ты их делаешь... А назови мне сферу, где им некомфортно. Ну, слушай, а давай как бы, да, там с тобой, например, обсудим... Врачей, давай брать врачей, музыкантов, давай брать музыкантов, спортивных тренеров, давай брать спортивных тренеров. Я могу тебе сказать, что мы, например, брали иностранного специалиста при запуске мачты, он вообще нам не был нужен, но он, правда, только мешал, потому что у него очень узкопроектное мышление. То есть для иностранцев, например, запуск канала это, ну, минимум три года. То есть три года спокойно строим студию, разрабатываем стратегию, готовимся. Мы реально за три месяца собрались и сделали, и вообще никаких проблем не было. И в эфир вышли, он все время говорил, они не выйдут в эфир, они не могут выйти в эфир, их студия не будет работать, прямой эфир рухнет. Ничего не рухнуло, все заработало. Есть же еще и особенности российского бизнеса, ты же понимаешь. Да, но опять же в качестве примера... Допустим, как бы договорились, приглашаем иностранцев, но для того, чтобы приглашать сюда иностранцев, мы должны понимать, что темпы роста рынка таковы, что нам нужно просто ускоряться семимильными шагами. А разве темпы роста рынка таковы, что нам надо так ускоряться? Ну вот какие самые растущие сферы, на твой взгляд, сегодня, как ты думаешь? В России? Да, в России. Никто не приглашал, надо доказать право на свою необходимость. Иностранцы не нужны, но тем не менее все проблемы, с которыми ты сталкиваешься... Я возьму твоих, хорошо. Да, я тебе отдаю заранее. Мне говорят о том, что в принципе у тебя есть очень четкая позиция, понимание того, что нужно тебе, твоему бизнесу, вообще бизнесу, среднему бизнесу для развития. Вполне себе такая политическая платформа. Значит, в 2017 году у тебя были дебаты с Навальным на дожде. Ты его упрекал в отсутствие управленческого опыта, а он тебя в получении госзаказов, я так понимаю, мимо конкурса. Вот ты бы, если бы сейчас с ним пошел дебатировать, допустим, как ты думаешь, чем была бы твоя основная с ним антитеза? Скажите, как минимум, сидящего передо мной тоже несколько эфиров назад Антону Алиханову, он согласится, Глебу Никитину, он согласится. То есть очень много молодых губернаторов, которые такие инициативы как раз очень быстро и легко внедряют. Я надеюсь, да. Это вот как раз к вопросу второй степени за заслуги перед Отечеством. Во-первых, как дают? Медаль Ордена. Медаль Ордена. Да, есть Орден, есть Медаль, а есть Медаль Ордена. А Медаль Ордена это, то есть, выше, чем Орден? Это и все, конченый вообще, просто ватник. А ты что? Вот, я счастлив, очень хорошо. Да, действительно, потому что 25 лет назад я был одним из... А тебе куда-то все писали, в Инстаграм все типа писали, как тебе или что? Ну, где тебе зашквар был? Везде. А, ну как? Ну, я привык... Как-то концентрацию цемента можно снизить, размешав его водой. Я не понимаю, в стройке. Нет, он свои вкладывал и за это все равно попал. Хорошо, скажи мне такую вещь. В шапке твоего профиля в Инстаграме есть такая фраза. Любая за ваш... Фигня. Да, фигня. За ваши деньги в новой работке. Нативная интеграция. Сколько стоит такая интеграция? Смотря где. Ну, у тебя в Инстаграме. После, что скромный. А в Ютьюбе сколько стоит реклама? Регжеты. Да. То есть, у скромного беттинга исключен, а средства от потенции, пожалуй. Абсолютно, любые. Любые? А предлагали? Нет. Вот смотри, так как у тебя, ну, как бы, понятно, очень хорошее образование. Ты пишущий человек, соответственно. У меня, кстати, нет образования. Ну, ты же учился на журфаке МГУ как-то. Два курса. Ну, и что? Ну, это не образование. Тем более, в 92-м году. Какое там образование? Ну, ты же в чтении не остановился, это же понятно. То есть, здесь же вопрос. Это мое отношение к Твиттеру. Я считаю, что это бессмысленная платформа. Да, но ты по кругу, получается, ходишь, потому что... У меня очень подробный анатомический атлас, и я... Тебе сказали, знаешь, вот... Даже Мария Певчих на меня подписана. Что ты говоришь? А я тебе могу сказать, что вот как человек, который руководит спортивным каналом, ты же знаешь, что есть огромный запрос. Ну, благодаря Вару есть возможность на многие вещи смотреть подробнее. У меня есть огромный запрос, и много предлагают технологии, где можно следить, например, за одной ногой футболиста. Людям, правда, интересно в отдельных случаях следить за отдельными людьми в отдельных частях. Поэтому я считаю, что твой Твиттер может быть вечным. Вопрос. Ты думал о том, чтобы когда-нибудь уехать из России? Никогда. Которые уже практически гибридные модели между человеком и роботом. Вот какой тип женщин тебе нравится? Ну, вот совершенно да, абсолютно. К мозгам дальше все остальное приложится. И что такое, тогда приведи пример мозговитой женщины в нашей стране? Вот кто такая известная мозговитая женщина? Чтобы ты сказал, вот эта женщина с мозгами, она мне нравится. Известная женщина, чтобы всем было понятно. Нет, я не буду так. У меня очень хорошее влияние. Я понимаю. Поэтому я в конце передачи всегда задаю вопрос, кто если не Путин. Очень по-разному интересные люди отвечают. Что ответишь ты тогда на посадку? Артемий Лебедев, предприниматель, дизайнер и просто хороший человек. В программе «Специальный гость» на телеканале RTVI. Встретимся через неделю.